О том, как фашисты стояли у них в деревне, моя бабушка Маркина Валентина Ивановна вспоминала очень обыденно, как бы между делом. Немец попался хороший, рассказывала она. Когда они с маленьким братом поиграли с его зубной пастой, немец только посмеялся, а их мама очень испугалась. А потом их всей деревней угнали в плен. К счастью, в одну из ночей бабушкиной семье и еще нескольким удалось отстать от обоза. Их искали, но не нашли. Бабушка умерла два года назад. Она носила почетное звание «Труженик тыла». Тех, кто помнит, кто выжил в те страшные годы, сегодня с каждым днем остается все меньше. Ветераны, фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей. Во Владивостоке сегодня их 366 человек. У каждого за плечами своя страшная, непридуманная история. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Я на ЗССК училась, а поваром заставили работать. А поваром тяжело работать. Четыре-пять часа надо было вставать. А молодая была. Доставалось все хорошо. Ну я при госпитале была. А там и больные, тяжелобольные были. Начальник господа подойдет. Я же поваром. Ну подойдите к больному, поговорите. Ну мне хочет кушать и все. Я говорю, приду. Ой, да я сегодня помру. Я говорю, да ты, говорю, вы еще что танцевать. И с кем? Со мной. А когда выходили, уже выписывали его. А деда, которая за мной приходила, кормила меня, чтобы пропрощаться. Вот такие моменты были. А он, знаете, чуть не вот такой, черный обгоревший. Вылечивали. Наше задание 1-го дальневосточного фронта и забайкальского фронта, это было уничтожено. Что вот эти миллионы, эту миллионную контурскую армию. А наши истребители в основном взлетали. А я потом перешел уже на назначение командира эскадрильи. Старшим механиком эскадрильи. В основном я готовил его машину. Закончилась война. Конечно, много было. Было платить с автоматов. Там наши стратегические аэродромы защищали солдаты, которые охраняли аэродромы. Все такие. Они не выдерживались, стреляли с автомата. И у нас, в технике, и у летчиков. Но мы-то, конечно, не с пушек там и не стреляли с самолетов. А вот там, может быть, офицеры с своим пистолетом там, понимаешь, вооруженные. Я, как летчик-истребитель ПБО против воздушной обороны, самое главное, что я верой, правда, защищал мой родной Владивосток. Я родился в Приморье и защищал все годы Владивосток. Я это счастье так удалось, что и родился здесь, и защищал свой родной. Столько лет над Русским островом, здесь, все, мой сектор был, значит, славянка, находка, вот находка, и Владивосток. Вот здесь мы защищали, не подпускали врага, не подпускали к Владивостоку. Ну, а как мы гоняли их здесь, два Б-29-х, когда посадили на этом же аэродроме, на котором я слезал, вот, американских Б-29-х, это крепость, воздушная крепость. Посадили, прижали, все. А сколько сбили, это уже, пускай они помнят, они знают, сколько сообщений. ТАСС было так. В районе, значит, Владивостока появились самолеты противника и были отогнаны, ушли в сторону моря. А мы знали, в какую сторону моря они ушли. Три с половиной года мне было, когда началась война, ну и блокады, собственно говоря, через месяц. И пробыла я в Ленинграде блокадном 7-8 месяцев. Несмотря на то, что было три с половиной года, такой маленький ребенок, я увидела основное, что такое блокада. Это холод, голод и смерть. И вот такие моменты я запомнила именно сама. Холод, например. Я себя вижу на кровати, закутанная во всякие там какие-то, ну, вещи одета очень много. Потом одеяло и так далее. Все, что можно на мне. Все время как-то вот так сверху, чтобы потеплее. Холод, голод. Ну, вот два таких случая. Вот этот черный и знаменитый блокадный хлеб из там опилок, немного муки, горох и так далее. Я его совершенно не помню. А вот мама мне в какой-то момент дала белый кусок засосшей булки, сухарь вот такой. Это даже впечатление, что это вот это французские раньше вот такие булочки были. Кусок вот этот засохший. И это для меня, конечно, было чудом по сравнению с этим совершенно таким малосъедобным блокадным хлебом. У главы Владивостока Виталий Веркиенко воевали оба прадеда и дед. Один погиб в первые дни войны, второй дошел до Берлина. А дед был партизаном в Брянской области. В семье Виталия Веркиенко бережно хранят их награды. У градоначальника к ветеранам особенно почетное отношение. Многих он поздравил лично. Билборды с портретами ветеранов по всему Владивостоку. Александр Федорович Кутузов с женой родом из Псковской области. Немцы пришли к ним в деревню на 18-й день войны. Там мне было 14 лет, ну 15. И леса пилили, складывали. И так до 44-го года. И мы уже были под немцами. Потом уже в начале, нет, в начале, да, 44-го был этот самый каратель-литовцы. Эстонцы нас покидали в машину и повезли. А привезли нас в Эстонию, в Латвию. Вот там мы работали. Немцы нас везли, вступали. А наши нас бомбили сверху. А мы латали дорогу. У меня и документ такой. Угра наносились сюда немцами на ремонт дорог. Это взгляд на высший суд Для ребят, что сейчас растут И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обманать Вот так их и гнали до самой курлянской группировки. Вы грамотные люди. Курлянская группировка – это северо-западная часть Литвы, Где было окружено, по-моему, дивизией 20 немецких. Так, они так и не сдались. Они так и не сдались. Так, а их пытались после этого молодежь. Стариков отсеяли немножко. А молодежь пытались вывезти в Германию. Но в районе Либавы, там уже наши корабли стояли. Потопили несколько транспортов. Так их на пароходы не посадили. Так они остались, не вывезенные в Германию. Стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их Поселилась в сердцах. Что такое значит жить и спать на земле, Что нашел под себя, подстелил, понимаешь, И питались. Часть его кормили рыбой. Рыбой кормили, ее варили. Оставались там кости, понимаешь так. В основном была похлебочка жидкая. Хлебушка давали грамм. По 300, наверное, понимаешь так. А разоставляли работать, Это их 15 лет, Лопатой и ломом. Надо было все делать, понимаешь. Вот эти тяжелые бытовые условия, Но спасала, что молодость. Как это было, как совпало. Война, беда, мечта и юность. И это все в меня запало, И лишь потом во мне очнулось. Сороковые, роковые, Свинцовые, пороховые. Война гуляет по России. А мы такие молодые. Вот таких активных, ходячих, Ну буквально по пальцам в основном, Это, конечно, люди, Которые не могут выйти из дома. Им надо внимание. Внимание от всех. В первую очередь, конечно, от семьи, Ну и соседей и так далее. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Новости на восьмом.